Каждый год 1 сентября отмечается особый праздник – День знаний. И даже то, что в нынешнем году 1 сентября выпало на субботу, не стало препятствием для празднования во всех школах Славянского района. Главные участники этого праздника, конечно, первоклассники. Их в нашем районе в нынешнем году полторы тысячи человек. Мы побывали на торжественной линейке в казачьей школе номер 11 хутора Маевского. Уже за полчаса до начала торжественной линейки большой школьный двор 11-й общеобразовательной школы стал заполняться празднично одетыми детьми и их родителями. В центре внимания были, конечно, первоклассники, которым только предстояло знакомство со школой, где они проведут важнейшие в своей жизни 9 лет. После внесения знамени школы и поднятия флагов России Кубани глава Славянского района Роман Синеговский поздравил всех собравшихся с замечательным праздником. Дорогие наши ребята, я хочу, чтобы вы помнили, что вы учитесь в казачьей школе. Их у нас в Славянском районе три. В целом в Краснодарском крае учатся казачат, более 80 тысяч ребят. И главное качество казака – это быть честными, быть ответственными за свою семью, любить и при необходимости уметь защищать родину. Дорогие родители, я хочу, чтобы ваши дети были здоровы, счастливы и радовали вас своими достижениями. Дорогие наши учителя, большое вам спасибо за труд и верность профессии. Недаром 11-я школа с гордостью носит имя казачьей. С первого класса ребята осознают, что быть казаком – это почетно и ответственно. Они внимательно слушали атамана Славянского районного казачьего общества. Хочу пожелать ребятам успешных достижений знаний, не только в точных науках, но и, конечно же, в изучении нашей истории, культурных традиций, обычаев нашей родной Кубани, потому что мы, казаки, обязаны знать свою историю и традиции. Дорогие родители, я благодарен вам за ту помощь, которую вы вместе с преподавателями, как одна большая семья оказываете, для того, чтобы наши дети хорошо занимались. Состоялось небольшое представление под названием «Сказочные герои идут в школу», в котором Золушка, Красная Шапочка, Незнайка и Баба Яга разыгрывали сценки на школьную тему, и они вызвали немало интерес у ребят. Самые старшие ученики, девятиклассники и первоклассники выступили со стихотворениями, в которых первые пожелали юным прилежно учиться, а вторые пообещали стараться, несмотря на все трудности. Это все для жизни, для науки, для людей и для родной страны. Учимся мы все не ради скуки, мы прославить Родину должны. По хорошей традиции, выпускники вручили первоклассникам подарки – учебники по кубановидению. В исполнении старшеклассников прозвучал гимн школы. Верны мы, державному флагу, и доблести предка верны. Сильны мы, казачьей отвагой, и светлою верой сильны. Самый важный момент праздника – первый звонок. Он знаменует начало школьной жизни у впервые переступивших порог школы. Ребята очень волнуются, не меньше, а может быть и больше, волнуются их родители. Третьего ребенка уже веду в первый класс и очень волнуюсь, как в первый раз. Хочется, конечно, чтобы приносил одни пятерки, само собой, как каждой мамочке, каждому родителям хочется. Ну а там будем вместе учиться. Учиться с первого класса в очередной раз, по самый девятый постараемся. А там, если хорошо постараться, можно и в одиннадцатый, но это еще рано. Школа нравится? Очень. Первоклассникам повезло. По дороге знаний их поведет очень хороший, опытный учитель Ольга Троценко. Первое сентября – это всегда как первый раз, особенно когда берешь первоклассников. Новые лица, новые дети. Но я надеюсь, что эти дети, мы станем одной семьей, что я им дам хорошее знание, ну и, конечно, получу от них тоже эту же отдачу. Дети всегда будут с удовольствием учиться и с удовольствием приходить в нашу школу. А в нашей школе очень интересно и хорошо всегда. 29 ребят внимательно слушали свою первую учительницу. Они теперь не просто дети, а самые настоящие ученики. Андрей Вишневский, Игорь Ванчуков, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова